О, смотри какая! Поклёвка? Это новинка 2020 от компании Флагман. Такого бесполезного перелёта птиц я ещё не видел за свою жизнь ни разу. Что, это всё? Субтитры добавил DimaTorzok Всем привет! Здравствуйте! Вадим Воробьёв, Сергей Пузанов. Очередной влог, очередной выезд на Москва-реку. Первый день весны. Вот такой фиговой весны. Снег у нас только появился. Практически всю зиму не было. Ну, локация у нас не новая. Мы в прошлом году, по-моему, только здесь были. Да, один раз, по-моему. В этом году ещё ни разу здесь не были. Вот решили проверить, потому что на Москва-реке обстановка очень такая нестабильная. Вчера я ловил в Марина, что-то с чем-то там ели по 2,5-3 килограмма ловят. Плотва вообще как вид там, по-моему, уже исчезает. Ну, ладно, это не об этом. Сегодня приехали на эту локацию, надеюсь, что-то поймать, проверить. Для меня проверка и тест нового корма от компании «Флагман», которая только появилась на российском рынке. Сейчас пойду мешать. Мы уже промерились, разложились. Сейчас попозже расскажем. Я пойду прикормку мешать. Расскажу, что это за прикормка. Да, у меня всё готовое по прикормке. Составляю в очередной раз с этой компанией. Ну, самое главное, нам обещают сегодня плюс 5. Хотя с утра было минус 3. Вчера был вообще ноль мороз. Сегодня плюс 5. То есть мы, как всегда, попадаем в слом погоды. Ну и как бы спуски воды. Выше, я точно знаю, спуск на полметра был воды. Здесь более-менее по уровню вроде всё на месте, как и было. Ну, а что касается погоды, о погоде можно сказать не надо. Градусник. Градусник замерзнет. Кратко, по нынешней зиме. Зима-то уже прошла. Такого бесполезного перелета птиц я ещё не видел в своей жизни ни разу. Так что будем ждать весны. Ну, надеюсь, рыбалка эта будет полезной хотя бы, в отличие от птиц. Да, да, да. Всё, погнали, ребят. Составчик на сегодня будет интересный, необычный. Такого точно ещё на российских ютубах вы не видели. Это новинка 2020 от компании «Флагман». Представлен на выставке. Наконец, уже поступает в ассортименте. И, надеюсь, в ближайшее время в магазинах своего города вы уже сможете спрашивать. Микс будет достаточно простой. Вот эти два пакета под названием «Большая рыба». Меня выкупали ещё с выставки. Я уже, признаться, попробовал в Марина. Ни хорошо, ни плохо. Точных показателей пока нету. Я начинаю только на них разлавливаться, знакомиться. И, соответственно, чёрный лещ. Это всё для того, чтобы ещё цвет, так как прикормка достаточно жёлтая. Ну, ещё и покрашу красочкой. Сейчас я покажу, что это такое по фракции. В том числе. Это очень мощный запах некоего какао с орехами вперемешку. Ярко-жёлтая прикормка. С большим количеством молотого ореха, я вижу. Сразу могу сказать, что у неё очень мощный свой аромат. Я позавчера вечером замешал это всё в гараже в тёплом. Приехал на рыбалку. Прикормка осталась в той же механике, как я её увлажнил дома. Сразу скажу, пьёт воды очень мало. Буквально 3 килограмма, порядка где-то 300 миллиграмм. Пока точно не вымерял, но это пока приблизительные показатели. Целый день я отловил прикормкой на улице, где-то около нуля было тираминус один. Я отловил, целый день запах остался. Уже вечером, когда прикормку выбрасывал в 3 часа, остатки там осталось на 300 грамм. Запах всё равно остался таким же интенсивным. Чуть-чуть выветрился аромат вот этого какао какого-то непонятного. Вафельного такого оттенка. И остался только орех. Но интенсивный запах остался очень сильный. Ну, а о том, что эти прикормки являются органическими, я думаю, понятно по упаковке. Это фольгированная упаковка. Необычный там дешёвый целлофан, в котором можно хранить всё, что угодно, кроме органики. Поэтому чисто органический корм, который сам по себе очень яркий. Единственное, придётся, конечно, раскошелиться на краску. Ну, сейчас я решил попробовать ещё. Вчера я половил именно вот таким моносоставом. Просто для того, чтобы вообще понимать, какой из линейки кормов в серии Грант вообще самостоятельный корм. Именно большая рыба монокорм хорошо ловит в Марина. Пока, как бы, гарантий не могу никаких давать, но уже буду наблюдать. Если вы, соответственно, ловите и покупаете в магазинах также каждый раз разную прикормку, вы не сможете контролировать её и полностью изучить. Поэтому, если вы ещё не начали это делать, давайте делать вместе. Потому что у меня опыт есть и международных выездов, и корма международные. Я разные видел. Немецкие, голландские и так далее. В том числе, включая там вообще какие-то птичьи корма. Там в Германии мы покупали и так далее. Я, соответственно, начинаю знакомиться с этими прикормками. Думаю, в этом сезоне я буду только ими ловить. Поэтому знакомиться буду очень плотненько. Вы хотите, присоединяйтесь вместе со мной. Цена образования, конечно, всех интересует. Но самое главное, эта прикормка премиум сегмента будет стоить в рознице около 130 рублей. Прикормки серии Pro, которые более бюджетные будут, стоят 90 рублей. Поэтому, кому интересно, ищите в магазинах своего глава. Ну, черный, такой даже не черный. Он правильно покрашен, он сероватый. Не прям такой вот угольный оттенок. По сути, это уже готовый корм к использованию. У него уже запах совершенно... Менее интенсивный. Менее интенсивный. И все равно имеет тоже какой-то такой ореховый оттенок. Ореховый оттенок, а вот с чем непонятно. С каким-то такой лен, по-моему. По-моему, что-то из льна. Однозначно там есть такой легкий оттенок. Ну, так больше всего, конечно, орехом отдает. Каким-то вот зерновыми. Пока непонятно, какими. Потому что я вот только получил эту прикормку. Соответственно, еще не особо с ней поразбирался. Ну, вот по фракции, конечно, корм очень богатый. Главное, что очень ровно молотую кукурузу. Богатая я в смысле не только компонентов, но и... Ну, вот лен, зерна. Да, про лен я, кстати, правильно сказал. Не то, что он сильно насыщен компонентами. Это еще и дорогие компоненты. Чтобы они были именно вот так вот ровно все измельчены, конечно, это редко встретишь. Я точно знаю, что вчера я по механике увлажнялся. Налил немножко воды. Корм с виду становится суховатым. То есть вы можете ловить плотву в ярусе, не зажимая кормушку. Если сильно зажимать, то можно ловить практически на оке. То есть такой по механике для меня это пока новый корм. Я такого еще, если честно сказать, не видел даже за всю свою 10-летнюю практику. Ну, буду разбираться. Сегодня посмотрим, как он себя здесь поведет. Замешиваться я буду без аромы. Это простая вода из дома. Она тепленькая. Не горячая, а тепленькая. Потому что кипятком ошпаривать прикормку никакой целесообразности в этом нет. Заметно уже под серым цветом покрасился бисквит весь. И вот все компоненты, которые создают структуру. Ох, какие-то жмыховые оттенки появились. Какой-то орех со жмыхом стал вообще. Соответственно, структуру корма очень хорошо сейчас видна. То есть все компоненты, кроме бисквита, очень хорошо видны, так как они не сильно окрасились. То есть такой сероватый, с краплениями. То есть мы вылили водички уже. Граммов, наверное, по 200 с чем-то точно вылили. Что-то, мне кажется, термос. Нет, 0,5 термос. То есть корм уже начал реагировать. Вот он в течение дня таким будет оставаться. До увлажнения еще одно будет. По-любому. Из разряда там грамм, наверное, 100 я точно еще подолью. Он как бы в течение дня такой корм и останется. То есть вот он сыпется, абсолютно сухой. На нажатие. И вот он уже готов этот шарик вообще летать. Все, можно уже в воду бросать. Так что по механике в процессе, в следующих видео, будем пробовать и другие составы. Сначала будем поштучно вот так вот знакомиться с каждым. И в процессе уже будем понимать, что куда, кому и зачем. О, смотри какая. Какая? Поклевка? Ну, по итогам моих промеров, я намерил дистанцию 28 метров. Первая дистанция у меня была... 28 метров это то, на чем я сейчас становился. Первая дистанция была 18 метров. Оттуда снял 3 рыбки, 2 ерша. Вторая дистанция у меня получается 28 метров. Оттуда одного подлещика достал небольшого. И третья дистанция это 54 метра. Но там я не смог удержаться. Потому что, во-первых, ни одной поклевки там нету. Второе то, что с трудом кормушка там удерживается. По насадкам перебираешь от одного мотыляка до четырех. Бутерброды различные, то есть красный-белый опарик между собой. По одному опарику пока вот как бы не получается особо. По поводкам это леска 0.1. Крючки 14-е. Кормушка вот такого объема сороковки. Субтитры подогнал «Симон»! У меня по промеру следующая ситуация. Максимальный выброс метров, наверное, под 70. С маркером 70 граммов. Потому что там вдалеке струя гораздо сильнее, чем здесь. Здесь даже существует некая обратка. То есть там по руслу течение идет вправо. Здесь у нас вот немножко подкруживает. Течение слабое-слабое в левую сторону. Посередине где-то такой пупочек есть. Кто не читал мои отчеты на сайте Feeder Fishing TV, заходите, почитайте. Там есть по этому поводу отчет, написанный очень давно. Называется «Рыбалка в двух руслах». Сейчас этот пупок почему-то уже такой подразумелся. Вот эта гора, он не такой высокий, как раньше. Значит, там вдалеке это такой средний крупный камень. После него проскакиваешь, и начинается такой вот песчано-иловый затык. Небольшой подъем на этот пупок. Вот, пожалуйста, у нас там кто-то едет. Вот, да, едет. Вот. Соответственно, переваливая за этот пупок, можно попасть уже во вторую руслу. Там глубина 7, а здесь на дистанции 28 метров, как правильно Вадим заметил. Почти 11 метров. Первые дни весны, но рыба еще по-прежнему держится в этих канавках. Поклевки пока самые первые, не самые частые. Но после закорма все было достаточно хорошо. То есть этот подлещик уже не первый. Клюют как будто такие вот ровненькие пацаны. Но клюют очень осторожно, очень проблематично. Как видите, он отклеивается практически, попав в голову подсака. Ну, вот такой вот подлещик. Вот такого размера практически они сейчас все. Ближний рубеж более, соответственно, удобнее, более проще ловить и более проще накормить вот такой кормушкой. Объемный я накормил. Потому что дальний рубеж очень сложно удержать. Там течение где-то под 90 граммов сложно накормить. У меня там дистанция была, это 50-54 метра. Это не так просто и удержать на такой струе сложнее. Рыбой на струе еще стоять, наверное, не так сильно хочется силы тратить. Поэтому здесь в этом затяжке с хорошей глубиной больше шансов поймать. Он изначально за корм был очень обильный. Это резанный опарыш, мелкий мотыль перемешанный с кормом. И, насколько я понял, это резко сработало. Дальше в процессе я ее вообще убрал. Потому что вот резку добавляю, поклевки нет. Резку убираю, поклевки есть. Но это пока в мере познавания все происходит. Этот ближний рубеж, соответственно, после этого пупка свал идет. Свал вообще-то просто отвесная стена. Свал и какие-то мелкие камушки. Только вот чуть мягче стало, небольшой затык. Он еле-еле чувствуется, этот затык. И начинается такой пологий подъем. Все вот эти 20 с чем-то метров, это все подъем. Ну, соответственно, я внизу отклипсовался, накормил. Ну, как видите, первые уже тычки какие-то. И какая-то жизнь на этой точке есть. Поэтому будем, скорее всего, разбираться с этим ближником. Он пока в первый реагирует на поклевки. Посмотрим, что получится. А если даже не получится, в первый весенний денек солнышко уже вылазит. Интересно будет половить. И вспомнить, как вообще здесь, что происходило и что поменялось. Думаю, что все получится. Плюс еще обязательно классные новиночки вам сегодня покажу, которые я нахапал на выставке. Кое-что сделали такого хендмэя интересного. Ну и, соответственно, разберемся с этой рыбалкой, половим, посмотрим. Сорвалась бандура, сорвалась. Или б казалось. Хочу поделиться с вами, друзья, одной из своих новиночек. На рынке она существует, оказывается, с осенней выставки. Но в продаже появилась недавно. Но я ее только заказал, не успел приобрести. На выставке купил ее мой товарищ, который поделился со мной и дал мне ее поюзать. Вот уже вторая рыбалка, буквально наслаждаюсь. Это голова подсака, которая шагнула, так сказать, вперед по сравнению с остальными алюминиевыми, винтовыми и так далее. Это чистый карбон, который не весит практически ничего. По-моему, там даже меньше 100 грамм. Они есть в трех размерах. У меня самая маленькая. Ну как самая маленькая? Сюда леща под килограмм, я думаю, можно как раз вот прям укладывать. Но в 90% рыбалки как раз такую рыбу я, как спортсмен, чаще всего и ловлю. Могу сказать, что она не весит ничего. Раз. Сетчатая голова. Не глубокая. Что самое главное, чтобы не лазить там по самой подмышке. То есть буквально вот до локтя. То есть глубина сетки раз. Это плюс. Карбон. Облегченный вариант. Это два. Не всегда карбон легче, чем алюминий. Но именно в этом соединении, в этом формате, как бы получилось полегче. Плюс размер. Они существуют, насколько я знаю, трех размеров. Это самый маленький. Дальше идет стандартный овал 40, по-моему. И уже 50 размер. Нет уже на конкретных лещей. И трофейную, так сказать, рыбалку. Данный вариант меня полностью устраивает. У него есть классный плюс. Это то, что в соединении, ну, те, кто пользуются спортивными и легкими рыболовными головами, понимают, о чем я говорю. Когда здесь стоят, там, по одному винту разбалтываются, там, от подлещика. По два винта. Я уже ни одну голову ушатал. Даже и два винта не спасают. Те самые классные головы от компании Тубертини, которые назывались овалы. Очень популярны были у спортсменов. Классный размер. Легкая голова. Но винты эти постоянно расшатывались. Здесь винтов никаких нет. Здесь соединение, которое просто расшатать, ну, уже практически невозможно. К сожалению, пока еще никто не катал, а, может быть, к радости, я буду первым. Пока я получаю только одно эстетическое удовольствие. Ручка у меня максимально легкая. Это тригарон. Именно в двухчастном соединении мне больше всего нравится ловить. Конечно, у меня с собой всегда есть колено. Если попадаются крупные рыбы, мне надо удлиняться. Я могу это все использовать. Как видите, у меня даже ветер просто сдувает, потому что это все вместе невесомое. Ручка практически ничего не весит. Это вот, как я и сказал, тригарон четырехметровый. Классный легкий формат карбончика. А работать вот по такому принципу, как вы видите, она уже просто не клюет. Она ничего не весит. Практически одной ручкой работаешь. Выбрасывать и поднимать вообще можно одним взмахом. То есть, по сути, все, что подсачивается. Сопротивление в воде, конечно же, минимальное из-за того, что это леска. Ну и подсачивать, опять же, очень удобно. По сути, поднимайте просто вес рыбы. Работать для спортсменов, они знают, о чем я говорю. Работать в течение пяти часов такой ручкой одно удовольствие. Ну и, соответственно, правильной головой. Надеюсь, эта новинка и интересная информация вам пригодится. Пробуйте. Ценообразование, конечно, не для совсем начинающих. Но лучше пользоваться правильными, сразу легкими девайсами для рыбалки, чтобы рыбалка приносила удовольствие, а не уставать и пытаться этой ручкой там на ветру что-то выруливать. Так что берите на вооружение. Ссылка в описании на магазин, где можно приобрести. Соответственно, будет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, наш бой с подлещиком и платвой продолжается. Ну, как вы знаете, мы колдовать умеем. За эти полтора часа уже наколдовали штучки, наверное, по 7-то подлещиков таких грамм. По 300-500, ну и всякая мелочь пришла. Вот она начинает из насадки в три мотыля. Просто по одному отдергивать, отдергивать. Либо эти хвосты обсасывать. Укорачивание насадки не работает. То есть посередине мотыль не нравится. Основной принцип, конечно, работы на течение. А здесь течение где-то под 50-60 граммов. Это всегда мотыля одевать за голову. Потому что мелкая рыбка приходит, дергает. Если он одет за середину, она ее просто очень быстро сносит. Поэтому сейчас формат половить на одного мотылика я попробовал все хорошо. Там чулочками, колечками. Реализуется эта мелкая рыба. Но все-таки хочется попробовать поймать и покрупнее, которые были с самого начала. Поэтому одеваю 3-4 мотылика за голову. Крючок, как и у Вадима. Ну, как и в предыдущих сериях, я тоже самое уже повторял. Это крючок Гранд Фидер 3 серии. Только у меня размер 16-й. Потому что вот эта мелкая рыба, все-таки маленький ротовый аппарат, 16-й крючок туда получше заскакивает. Вадим Лодь в 14-м. Более мелкие крюки из разряда Сильвер Роч, которыми я тоже часто пользуюсь, флагмана, хорошо реализуют мелкую рыбу, а крупную уже нет. То есть он погоняет во рту, и этот загиб формата сот чаще всего остается не у дел. Поэтому принцип крючков подбора, кто не читал, почитайте в отчете у меня на сайте есть. Ссылка тоже в описании. Если ловим плотву, это Сильвер Роуч, так называется серебряная плотва. Если ловим леща, то, соответственно, это Гранд Фидер 3 серии. Вот как раз лещики и подлещики опять в очередной раз подтверждают, что этот крючок им нравится. Ну, по крайней мере, он их точно наказывает. Пока по резке опарша скажу, что это точно беда. Потому что попробовал я еще раз сделать такой же стартовый закорм. Не принесло мне это плодов никаких вообще. Поэтому только перемешанный мотыль, и причем эта перемешка пробкой подается, чтобы не собирать уже всяких ёршиков и окушков, которых мы тоже с Вадимом по несколько штук поймали. Вадим уже пробует дальний рубеж. Уже три рыбы реализовал оттуда. Я пока пытаюсь добить эту дистанцию до конца. Уже поводочек 60 сделал, потому что есть все-таки догадки, что рыба собралась. Ее многое-то мелкая рыба, которая лезет прям носом в кормушку. Достаточно быстрые поклевки, но это вот такая вот рыбка, от которой большинство сейчас присутствующих на берегу уже отказываются в пользу дальних рубежей. Но у меня по бланкам все по-прежнему просто. Это тригорон 12-футовый 60 грамм тест. Кормушка там сейчас 60 вместе с кормом. Дистанция около 28 метров, как я и говорил. Вполне себе хорошо бросает, палка не валится. Но знаю точно, что 50 метров с таким перевесом кидать точно нет смысла. Потому что очень легкий бланк, карбончик тонкий. За все это сильно переживаю. Палка не дешевая, но по-прежнему настоятельно рекомендую к приобретению тем, кто уже насытился всякими такими матерыми бланками и готов переходить, получать реальное эстетическое удовольствие. Практически пальцем рыбу доставать. Бланк, который стоит у меня на ближнем рубеже как кормящий. Это Armadale 90 с катушкой Flagman Inspiration 5500. Хороший тяговый движок. Со мной уже половина спортивного сезона прошел, всю зиму прошел. И, соответственно, сейчас тоже жив-здоров, никто не кашляет. Ни на какие ТО я катушки по-прежнему не вожу. Скорее всего, сейчас попробую этот Armadale 13-футовый 90 граммов. Он мне позволит метать на 54 метра. Кормушки граммов под 90, чтобы они там удержались. Тоже попробую все-таки разлавливать дальняк. В надежде хоть что-то еще подснять для вас этих рыбулек. Но помимо этих рыбулек и рыбалок, информация еще впереди будет для вас интересной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что, и это все? А где вторая часть? Спасибо. Да, друзья, вы правильно поняли. Это двухчастный стол. Идея занята у стола компании Preston под названием Ventalite, который также двухсоставной. Но у него есть ряд своих нюансов, своих проблем и трудностей. А в этом столе с Денисом учли все нюансы. По сути, я попросил сделать такое чудо-чудное, и мы это сделали. Скрепляется все очень просто и легко. И здесь даже есть клепка, которая не дает, это кнопочка такая, не дает столу разъезжаться. Те, кто пользуется столами Preston Ventalite, знают. У него есть одна проблема, это он постоянно расползается. Здесь такой проблемы нет. Здесь ряд преимуществ. Один из форматов, можно его использовать. Для обычных рыбалок, когда вы приезжаете на сложную локацию, куда очень тяжело и непросто доставлять свои вещи. Для простых рыбалок, любительских, так можно сказать, форматов, можно использовать одну часть. Можно одну часть использовать с этой стороны, а другую с этой, кому как удобней. В спортивном режиме, конечно же, когда вы приезжаете на соревнования, его, конечно, используют в полную силу, в полной мере. Погнали перечислять плюс. Плюс первый. Как и на предыдущей версии, у него нету крепления для ног, потому что они, в общем-то, и не нужны, как выяснилось, с предыдущего стола. В отличие от Ventalite. У Ventalite есть крепление для ног, соответственно, есть ноги. Ноги куда-то надо опять убирать в сумку, либо в тубу с удочками, это может быть катастрофой. Ценообразование у Ventalite 14-15 тысяч. Этот стол стоит гораздо дешевле, поверите мне. Второй плюс я вам уже продемонстрировал, когда каждая часть стоит отдельно друг от друга с любой стороны. Либо вообще одну половинку можно использовать. Ну и третий, самый основной плюс, это его, конечно, логистика. Разбираются две части, компактно убираются в сумку, даже для садка или для рыболов, у которых есть сумки более объемные. Размер буквально 40 на 40 может влезть практически в любую сумку. А для рыболов, спортсменов, любителей это важно, когда большое количество вещей мы транспортируем к урезу воды. Я надеюсь, информация для вас была полезна, важна и нужна. Ссылка на Дениса Северина и его производство в описании. Какие-то личные пожелания Денис может учесть, поменять цвет, какие-то нюансы доработки, там крепление зонтов и так далее. Денис в состоянии все это сделать. Обращайтесь, надеюсь, эта информация была вам полезна. Денис в состоянии все это сделать. Вот такую рыболину я нашел на 50 метрах. Но есть одна проблема во всем этом. Вот эта вот бисерная резинка, которая стоит у меня. Она вытянулась, она была короче. И она, соответственно, растягивается даже тогда, когда уже начинает рыба на самом старте. То есть, брать крючок в насадку, начинает растягиваться. В отличие от Сереги, у которого стоит фидер-гам, жесткий, 0,6, он старт видит изначально. То есть, у него идет оснастка монолитная. Он жестче и работает начинает только тогда, когда уже вываживание рыбы идет. А до этого момента он стоит точно так же работает, как и простая монолеска, плетня. А он жесткий. То есть, все поклевки передаются. Тем более, на течении рыба, даже вот такой легенький маленький крючок начинает брать, но за счет того, что стоит вот эта вот резина бисерная, она просто начинает ее сразу вытягивать. И я не вижу окончания на квивере. И уже так интуитивно подсекаешь. Вроде бы должно что-то произойти. Но она уже там рыбы есть. Сейчас я этот кусок резины укорочу. Надеюсь, из-за этого я буду видеть поклевки. Потому что, ну вот, она растягивается еще на метр, на полметра, в два-три раза она растягивается. Я ее сейчас сделаю вот такой короткой. Тем самым амортизационные свойства останутся, но поклевки, я думаю, буду видеть лучше. Продолжение следует... Ну что, други, На этом мы финишируем с Вадимом. Ты как добавливался? На дальней дистанции, на мотылика. Пробовал опарика, никак вообще не хотел. Только мотыля, две, три, четыре штуки максимум. На одного никак. Но основная масса на четыре мотыля, с дистанцией 55 метров. Я, как и говорил, решил не искушать судьбу. Вадим все-таки хотел попробовать поймать лещика. Он у него был, возможность такая была. Да. Не довез. Не донес. Я, соответственно, остался на ближней дистанции, долавливать вот эту мелкую густерку вот таких подлещиков, набирать, так сказать, практику свою. У меня впереди спортивный сезон. Решил потренировать свои возможности, не сидеть, не дубинить. Ну, результаты нашей рыбалки уже... Налицо. Да, слушай, какие же эти белоглазкие. Вот у них глаза просто какие-то сумасшедшие. Да, они цветом такие голубоватые. Да, да, оттенок классный. Ну, первая весенняя рыбалка у нас состоялась. Это же лещ? Лещ. Поймали? Поймали. Значит, рыбалка состоялась. С вас, как всегда, лайк и подписка. А от нас новое видео. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok